Я понял. Тебе смотри, идут здесь цифры. Так, обида пришла. Галя, выйди сюда, выскажи. Дарюка, не отходи. Выйди сюда. На этого отрока обида была. Что он не сделал? Как? Ну, я вчера была в кухне, и он стоял рядом. Вчера? Вчера. В какое время? Уже вечерняя, никто не работал. Братья были полностью свободны. И что он там оказался, я не знаю. Ну, я к нему и обратилась сразу, говорю, Никита, отнеси вот это ведро, вот там, где наши козлы для работы, вот сюда, вот к столам. Девочки будут чистить с картошкой, полное ведро. Я его специально не несла, не поднимала. Он мне, ну что, вы тут три метра не можете сами отнести. Ты говорил эти слова? Да, ну, уже держал в руках ведро это. Я понял. Да, я сказал эти слова. Ну, как они могли из себя выйти, такие слова? Ну, ты глянь, какая, кого глядеть это-то. Муж отпустил ее, четверо ребятишек. Ей уже хватает всего. Она и так, ты глянь на нее, посмотри на какая. А в ней только молиться, забежал. Тебе, Галина Александра, помочь что-то надо? Да мне каждый помогает. Я говорю, так, как каждый забежал и спросил, помочь что-то надо. А тебе надо, сама вынесешь. Мне ни один еще так не ответил. Сколько я Володю? Я в основном Володю прошу, даже не тебя, Никита. Потому что, я знаю, ты фыркаешь. Володя мне ни разу за два года не фыркал. На ком говорят? Виталий приехал. Все видно, Игнать. Все, все в этих. Я понял, хорошо, хорошо. Виталий сейчас приехал, он только приехал. Я его попросила вот с рыбой мне помочь. Нет, даже я не просила. Я просто спросила, любишь с рыбой заниматься? Все, он вроде как да нет, но он сам подошел и говорит, давайте я с вами с рыбой что нужно помогу. Ты, Никита, с нами второй год уже, я не знаю, ну и до сих пор вот так вот. Как так можно ответить? И ты ночь проспал, и нигде у тебя не екнуло, что ты так ответил. Я тебе сегодня подошла и сказала, а ты мне что ответил? Помнишь, что ты ответил? Что ответил ты? А что ответил? А что ответил? То есть, первое прошло, второе уже, ты уже не замечаешь. Да я не помню. Ты мне ответил. Ну не помню, что как, слава с совестью, совестью должна была подсказать что-то не то. Ты мне ответил, даже Вика, Вика, посмотрите, даже Вика с сестрой берут это ведро, а я, мол, ему претензии такую предъявляю. Говорю, ты себя слышишь вообще? Ты слышишь? Не думал, что вот так это близко воспримите. Я, что же, Вика там возьмешь? Потому что ты не думал. Плохо, что не думал-то, думать надо. Они девочки маленькие, они будущие женщины, мража, а тебе все равно. Препятствия в молитвах, это явно. Я прошу прощения у Галины, что так я грубо ответил. И пред такого больше не повторится, буду помогать всеми силами, своими возможностями. Мы же все одна семья. Я этого предположить не могу. Что тебе говорить? Я на тебя смотрю и молчу, я ничего не могу говорить. Это такое дело, о котором рассуждать не надо. Тут совесть бы задушила. Десятки раз подошел, да как из меня это вылетело. Как я это, не знаю. Другое дело, она делает что-то обычное такое. Совсем не махонько. А тебя увидела, скорее, либо запрячь. Есть такие люди, они только как увидят, и скорее уже запрягают его. Другое дело-то. Тут она не может. А теперь я уже свое скажу. Смотри, я тебе на днях говорил про это? Да. Заметь, я заранее говорю. Я ничего этого не знал, не видел, мне уже открыто было. Я тебе сказал, мне не нравится твой взгляд, уголки губ, мне не нравится внешне, как ты говоришь. Вот это вот такая скрытая какая-то наглость, презрение у тебя появилось. Это вы, я ему говорю, причина какая-то, вы наедине где-то-то работали, были, разговаривали, очевидно, тут. Так, успокойтесь там. Разговаривали с Виталием, и вы судите меня. Нет, а я говорю, вы судите, мне объяснять не надо. А сатана тут сразу входит в человека. Я вам не подсуден. Вы у меня в гостях, а не я у вас. И для меня вы не работаете ничего, вы делаете для Бога, для Христа, во Христе. Мы работаем, я доволен вами. Я благодарю Бога, что вы приехали сюда. Мы же работаем для Бога. А я еще какую выгоду имею, у меня рубля нету. Они мне пригрозили раз на два 500 тысяч рублей. А где они возьмут? Ну я с Тимушкиных рублей возьму, которые за питание отец даст. 500 рублей. Больше ничего нет. Она тебя наказала, не меня. У меня еще ничего не возьмет. Я говорю, ну у меня, посмотрите. На каждой штанине пять заплаток. Новая. Обновка, я смеюсь. Вы не видите, какое я перед вами ищу, чего огородная стоит. А вы меня стращаете. Я к тебе говорю. То есть я заранее говорил, мне не нравится твой взгляд. Как ты отвечаешь, как не отвечаешь. Мне перестало это все подходить. И я к тебе подошел, ты следи за собой. Он ничего мне не грубит, ничего. А я вижу, там процесс внутри идет. Идет разложение. На это могу добавить только одно. Вы приехали сюда. И я вас сюда не звал. Ты просился. Я тебе напомню, да хочу это. И ты доволен был. И мы живем вместе. Ты со мной здесь и в лагере. И я вижу в тебе добрые изменения. Я тебе об этом говорю. Но вот такое, когда презрение. У меня за этим видится. Тебе это все уже опостылило. Тебе это не нужно. Тебя унижают перед детьми. Я скажу, причина какая даже. Что ты в этом видишь. А ты помогаешь по компьютеру. Мне еще что я. Никита. У меня заботы нет. Никита. Он все понимает. Он прибежал, она заговорила. Опять у меня есть. Я доволен. На работе работают. Я показываю. Смотри, как ты движешь быстро. И как Виталий идет. Вот так вот. Как на 9-м месяце беременности. Ему не нравится. Но я хочу расшевелить этими словами. И вижу, он начинает маленько. Но не может двигаться. Это его жизнь закостенела. Вас сравнивать уже не приходится. Хотя в прошлом году я тебе накаживал, чтобы давал задание, чтобы ты выполнил расшевелить. По-мужски, чтобы было. Так нет. Самый простой ящик для кошки сходить не можешь сбить. Я вижу, тебе это все не нужно. Держать мы никого не держим. А можно вопросы дать? Полная свобода сейчас. Полная свобода. Ты можешь. Батюшка утром уезжает. Завтра тебя ничего не держит. Уезжаешь. И все на этом кончилось. Там вещи какие потом отдадут. Это серьезный вопрос. Или ты навсегда это из себя вытряхнешь. Будешь доволен. Радостное лицо. Благодарить Бога, что ты здесь находишься. Такая природа. Такие дети. Такие отношения. Такая церковь. Такой священник. Все должно быть в радость. А если тебе не в радость, да нафиг мне это все нужно. Вы не думайте нафиг это слово какое-то. Офиговый листок, что прикрывает. Он туда посылает. Вот что это означает. Нафиг. Понимаешь, нет? Я понимаю, смысл какой закладывается. Ты не говорил. Я просто тебе поясняю. Чтобы этого не было. Не просто не было. А внутри оно у тебя будет. Навязались тут каждое дело. Дело у меня свое. То есть я тебе мысли твои буду переваривать и показывать. А их у тебя нет. А я тебе покажу, какие они должны бы быть. В таком настроении глаз. Вот как ты смотришь. Это я тебе говорю, что внутри тебя делается. Ты скажешь, а это не так. Не так, но вот оно выявилось наконец. И именно так. Но это уже вершина. Не знаю, ничего не могу сказать. Наказывать тебя никак не буду. Это внутреннее. Это только ты сам себе наложи какую-то эпикелью и прочее. Попросил прощения, это хорошо. Ты должен пережить. Ты меня понял? Понял. Я тебе на высоком уровне говорю. Вы нужны. Вы работаете для будущего. Какое счастье. И ты это должен понимать. Во славу Божию. Становись. Измени вот это выражение лица и прочее. Мне оно очень не нравится. Такая ухмылка, что будто бы какой-то заговор там у них. Так. За стол. Да все, проехали. Платочки. Но мне приходится лезть за платочком. Все, за стол садимся. Попроси прощения у кого ты сбила с ног. Прося. Найди и попроси прощения. Кого ты сбила? Ее? Нет. Она тоже сбила. Не знаю кто. Найди, вытащи сюда ее. Подойди. Попроси прощения. Она бежала. Колокол ударил и сбила ее с ног. Это нельзя делать? За стол, ребята. А мы прибежали, когда уже все помолились. Вы молитесь сейчас. Вы опоздали? Да. Господи Божий наш, слава тебе. Господи Дивный, хвала тебе. Прибудет с нами. Исполни нас Духом Святым и любовью к тебе и к людям. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А кто собачку ко мне привел? Не знаю. Не знаешь? Не знаю, Агнатихич. Ну, пойдем. Все. Во славу Божию. Ну-ка, подожди, посмотрю. Цифры идут. Да, да. Нормально. Десять минут. Нажимаем.